Приветствую вас на канале Невамстел, я Денис Волков, Амстердам. Сегодня хочу вам рассказать об использовании вот такого упаковочного скотча в столярном деле. Применение такого скотча при изготовлении мебели и интернерных элементов здесь в Голландии является обычным делом. Работы в интерьерных фирмах можно встретить интенсивное использование такого скотча намного чаще, чем струбцины. Дело все в том, что скотч может выполнить ту работу, которую не может выполнить струбцина. И тем более, если у вас, к примеру, фирма, скажем так, 10 мастеров, и каждому мастеру надо по 10 струбцин, к примеру, разных размеров, то 100 струбцин покупать – это слишком дорогое удовольствие. Поэтому прибегает вот именно к такому простому и вполне дешевому методу использования вот такого скотча. Первым делом поговорим о самом скотче. Скотч есть очень дешевого качества и есть более дорогого качества. Лучше всего этот скотч покупать в интернет-магазинах, специализирующихся на упаковочном материале. Скотч надо брать толщиной, начиная от 33 микрон и выше. Скотч, который более низкого качества, меньше 33 микрон, его тоже можно использовать, но с ним работать намного сложнее и неудобнее. При работе со скотчем очень удобно использовать вот такие вот держатели или вот такие держатели. Они очень удобные, более компактные, помещаются в ваш инструментальный ящик и всегда под рукой, не очень громоздкие. Есть, конечно, и вот такие вот тоже как бы держатели, но они очень неудобные, они очень большие, громоздкие и слишком неудобно держать. Ну и теперь я хочу вам рассказать, почему разница между скотчем, вот скажем, вот этот скотч 33 микрона, а это 28, наверное. Ну, во-первых, если вы покупаете в магазинах, смотрите на описание этого скотча. Как правило, чаще всего, я не знаю от производителя, это зависит, более дорогого качества скотч, они рассчитаны для упаковки более тяжелых, начиная от 35 килограмм, там вот и выше. То для них, конечно, свойства и качество толщина и слой, клеевой слой тоже для этого имеет большое значение. Например, у этого скотча липкий слой это резиновый клей, что очень удобен в разных температурных условиях и он прилипает ко всем материалам очень хорошо, не оставляя следов, не оставляя клея после убирания этого скотча с материала. Я сам предпочитаю работать с прозрачным скотчем, есть также скотч коричневый, но по качеству мне он меньше нравится, он и по толщине тоньше, и иногда оставляет вот этот липкий слой, когда жаркая температура, оставляет этот липкий слой коричневый на материале. В общем, им неудобно работать, поэтому я его оставляю только если какие-то упаковки, какие-то коробки закрывают. Теперь я вам покажу, в чем разница в качестве скотча. Например, вот этот скотч дешевый, стоит 90 центов, наверное, а этот у нас стоит, я так, от головы 1 евро 60, наверное, стоит. Но разница очень большая. Представьте себе, вы занимаетесь, вам нужно склеить шкаф, и вам нужно прихватить на время склейки материал между собой. Вы оттягиваете какую-то полоску, но что-то вас заставило остановиться, вы отпустили. Вы видите, оно у вас висит, и оно не сворачивается, не скручивается. То есть, вы можете там что-то поправить, мы опять дальше взяли, и начинаете дальше работать, да? А теперь то же самое происходит с тонкой, с тонким скотчем. Тоже самое история. Вам надо что-то поклеить, оттянули, что-то пришло, вы отца поставили, и он начинает барахтаться. Если ветер подул немного, какой-то там сквозня, он сразу-раз прилипает к вам, к одежде. То есть, вам надо ее оторвать, или, а в худшем случае, он может просто прилипнуть к вам, и вы будете, вместо того, что вам нужно клеить, вы будете сначала еще отрывать его от себя, от одежды, от рук, чтобы его приклеить. То есть, он очень быстро сворачивается и скручивается, что очень неудобно именно в тот момент, когда вы занимаетесь фиксированием какого-то материала в момент склейки. То есть, клей быстро сохнет, вам нужно быстро приклеить. то есть в этом очень большая разница то что вот этот скотч и он быстро сворачивается обычный в комнате всегда присутствует какой-то воздух или сквозняк и что то есть он все время прилипает к рукам и очень сильно раздражает мастера ловите самым постоянно пока я стою он уже прилип не вот это происходит постоянно на работе когда именно момент котенант клей то он тебя приклеить по всей твоей руке а вот с этим это такое не происходит он так быстро не при они прилипает и не сворачивается что очень удобно работать в этом плане теперь покажу как его его используют берем демонстрационную мебель вот всем всем известно это соединение на ламельке пример вам надо собрать склеить мебель допустим из dsp но мебель бы слишком большая слишком длинная и у вас нету достаточных длинных струбцин и может даже не достаточно количество струбцин надо это как-то прихватить так что пока это высыхает клей что мы делаем наклеиваем какую-то полоску какую-то часть если будем использовать натяжение сильное натяжение то хорошо пригладить а потом при помощи натягивания прижимаем и после этого очень важным критерием при работе со скотчем это надо использовать валик чтобы хорошенько прикатать чтобы этот скотч нет они отошел тем сам держится это когда очень хорошего качества скотч что можно даже большие шкафы собирать вот таким можем склеить поставил сторону и он будет отдых засыпать и вас не беспокоит можете дальше работать другую работу делать то есть конечно надо не один скотч вы используете там две полоски это уже по усмотрению то есть это другой способ применения скотча это когда вам нужно склеить две детали отпиленный на ус об этом сиденье я сделаю отдельное видео и расскажу вам почему для для mdf такое соединение наиболее идеальное ну а пока я вам просто покажу на вот этих двух деталях значит когда мы склеиваем такие вот такое соединение между собой первым делом мы создаем какую-то базу которую можно прижаться дело все в том что когда мы пилим такое соединение этот кромка не всегда бывает очень идеально прямой поэтому она не может быть задающий поэтому самые ориентируемся на боковые на вот этот упор на этот край и второе если камеру клеим какой-то небольшую детальку примерно как это ну скажем там какой-то желобок или что-то дело все в том что мы потом будем приклеивать скотч и к нам будем прижимать у нас вот этот эффект будет чтобы этого не было если это позволяет возможность я прихватываете детальники просто струбцины значит очень важно когда вы работаете со скотчем это чтобы плоскость была чистой то есть обычно dsm обычно дсп это намного быстро ли быстрее потому что здесь более гладкая поверхность но намного хуже это происходит допустим mdf канала пиле всегда здесь какая-то пыль то есть надо перед тем как клеить надо эту или тряпочкой про или какой-нибудь там сметкой убрать пыль и после этого начинать клей потому что если много пыли то конечно скотч какой бы там дорогой не был крему клеится будет очень плохо ну а теперь вы видите что уже эффекты этого нет еще он не проваливается поверхность нас чистая и очень важным требованием при работе скотча это валик то есть валиком прижимать обязательно иначе скотч может просто постепенно от отойти потому что все равно какая-то пыли остается или что-то еще все равно какая-то по листа есть лишь нам все равно это убирать и валик это очень важное требование когда вы за работе со скотчем всегда прокатывать валиком потому что валик все-таки позволяет более плотно прижаться к материалу чем это мы делаем вручную вот а теперь можно нанести клей на самое глубокое место и когда мы будем сжимать он будет склеиваться выдавливать весь лишний клей наружу но очень также самое важное когда вы будете клеить такое соединение чтобы она не отходила не отворил его надо тоже зафиксировать то есть берем скотч прихватываем и уже тогда можно его прихватить и вот так поставить его сушиться очень важно при этом когда вы будете клеить именно такого плана желатки или что-то надо все равно проверять прямой угол я все в том что когда вы начинаете тянуть скотч можете немного перетянуть у вас здесь не у вас не будет здесь прямого угла то есть надо когда вы прихватили скотчем посмотрите проверьте насколько это насколько имеется присутствует прямой угол и вот так вот можно просто поставить сторону и он пусть сама по себе клеится очень часто можно видеть на видео люди используются малярный скотч но малярный скотч не очень плотный он может разорваться как раз ненужный момент и особенно если какая-то идет на нагрузка идет на на этот скотч поэтому в этих случаях все-таки вот такой вот упаковочный скотч он себя зарекомендовал намного лучше вот пример или я заметил что иногда бывает так можно увидеть вот так и идут дальше клеить то есть по сути это не совсем корректно все дело в том что здесь начнут конечно вырезать клей когда будете склеить и скрепление только находится на каких-то участка то есть по всей длине не будет особенно это проявляется когда если вы склеиваете очень длинную деталь с отпиленный на ус и вам надо чтобы по всей длине это было везде одинаковое сцепление среди соединения деталей то есть так можно делать только когда вам временно просто прихватить чтобы деталь была как бы на своем месте находилась но после того как в этот прихватили все равно надо пройтись всем скотчем по всей длине посередине пройтись и прикатать валиком обязательно то же самое делаем можно делать с mdf то же самое прижимаем какой-нибудь одной базовой кромки прихватываем чтоб она не провалилась момент когда и конечно перед тем как клеить пройти с меткой щеточкой может даже тряпочкой гламсу просто не было пыли большое много пыли от после пиления и опять же можно сначала какими-то кусками прихватить это обычно когда длинные детали а потом пройтись одной сплошной он в м случае сейчас короткая деталь то я могу пройти весьма хочет также удобно когда прозрачная прозрачный скотч удобно что вы видите точно видите как все это идет и даже видите когда клея где-то вылезает или что вы просто видите весь процесс работы вот так и здесь можно еще одним скотчем прихватить проверить угол чтобы был и у вас идеальное соединение и мне не надо беспокоиться если опускаем использую сказано столярный этот малярный скотч то он может помню в момент когда вы склеите начинаете переворачивать начинает разрываться то есть чтобы этого не было то есть по сути скотч очень обширно используется очень удобен что и вам тоже рекомендую попробовать и вы сами поймете насколько это удобно но это на этом я видео заканчиваю до скорых встреч